Комната в логове брата Бранхама. Что сегодня с церковью? Это было помещено в деноминацию, которая вложила деноминационные вероучения и связала это. Никакой радости, просто окропление время от времени небольшого пробуждения, чтобы удержать это. Что для этого нужно? Так это выйти из среды насмешников и неверующих и посадиться у рек водных. Доброе утро! Из Туссона, штат Аризона. Сегодня 10 декабря 2022 года. Вот письмо от брата Джозефа Бранхама из Джефферсон-Вилля, штат Индиана. Дорогой храм динамики. Человек всегда желал в своем сердце быть похожим на Авраама. Когда тот сидел у себя дома, однажды около 11.00, он поднял голову и увидел трех мужчин, идущих к нему, одежда которых была вся в пыли. Он быстро подбежал к ним и сказал, «Господин мой, перед ним стоял великий Мельсихидек в человеческой плоти». В это воскресенье это желание в наших сердцах исполнится для каждого из нас. Мы все соберемся вместе со всего мира и будем слушать, как тот же великий Мельсихидек говорит с нами. Личность, у которой не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни. Бог Энморфи говорит с нами человеческими устами, как в тот день с Авраамом. Нет другого способа услышать этот голос, кроме как нажать кнопку «плей». В истории еще не было случая, чтобы невеста была объединена со всего мира, чтобы услышать голос Мельсихидека в одно и то же время. Бог объединяет свою невесту с этим словом. В течение многих лет у нас было Слово Божие. Теперь у нас есть Бог Слово. Видите? И прямо здесь, живущий своим словом. Так что это правда. Одно из последних великих знамений, обещанных в церкви перед пришествием Господа. В это воскресенье у невесты будет пасхальная весть в декабре. И к которому здесь мы услышим механика, динамика, ускоряющая сила. Воскресший Христос, проявленные Сыны Божьи, тот же Дух, который обитал во Христе, обитает в нас. Та же жизнь, те же силы, те же бенефициарии, что были у Него, есть и у нас. Абстрактное деяние. Первое семя, достигшее зрелости, проклюнулось перед народом. Теперь мы плоть от плоти Его, кость от кости Его, жизнь от жизни Его, сила от силы Его. Мы — это Он. Воскресший Иисус Христос, сам Мельсихидек, будет кричать и говорить нам. Я записал свой голос на магнитную ленту, чтобы привлечь вас к себе и говорить с вами так же, как с Авраамом. Я хочу, чтобы вы слышали прямо от меня. Вы — моя предопределенная, предначертанная церковь. Ваши тела — храм динамики, потому что с самого начала вы были частью механики. Это и есть то божественное откровение Слова, ставшего плотью. Если в тот день оно было плотью сына, жениха, то сегодня оно плоть невесты. Видите? Эта ускоряющая сила живет в нас. Нам не нужно бояться ничего. Тот же Дух, который был в нем, теперь в нас. И Он оживляет наше смертное тело. Мы не надеемся на это. Мы знаем это. Мы уже сделали это. Он сделал это для нас. Затем, в завершении дня, Мельсихидек снова заговорит и скажет. Эти люди — сограждане Царства Божьего, оплодатели, ускоряющие силы. Ускори ее для них, Господи, прямо сейчас. И пусть Дух идет от орла к орлу, от слова к слову, пока полнота Иисуса Христа не проявится в каждом из тел для физических, духовных или любых нужд, в которых они нуждаются, пока мы возлагаем руки друг на друга во имя Иисуса Христа, от орла к орлу, от слова к слову. Полнота Иисуса Христа будет явлена в каждом из наших тел. Слава! Это может произойти только при нажатии кнопки «Плей». Так что присоединяйтесь к нам и примите участие в гастрономическом юбилее запасаемой пищи, когда мы услышим этот голос в воскресенье в 12.00 по времени Джефферсон Вилля, который принесет нам послание проповедь. Это «Восход солнца» 65.04.18.M. Брат Джозеф Бранхам. Писание, которое нужно прочитать перед слушанием. Левит, 23 глава, 9-11 стих. Евангелие от Матфея, 27 глава, 51 стих. 28 глава, 18 стих. Марка, 16 глава, 1-2 стих. Святого Луки, 17 глава, 30 стих. 24 глава, 49 стих. Святого Иоанна, 5 глава, 24 стих. 14 глава, 12 стих. Деяния, 10 глава, 49 стих. 19 глава, 2 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 11 стих. Первое – Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Евреям, 13 глава, 8 стих. Книга Откровения, 1 глава, 17-18 стих. До следующего раза из Тусона, Аризона. Благослови вас Бог и шалом. Книга Откровения, 1 глава, 15 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 глава, 15